Тут вот роза на *** есть. Вот такая баба, говоря на ***, боже ***. В Екатеринбурге два наших земляка, два пранкера, два Евгения, называющие себя в сети Жека и Еврей, устроили социальный эксперимент. В течение двух дней с помощью приложения Церберус они следили за бомжом и в итоге Жека констатировал, возможно, даже не без зависти. Слушай, у него день проходит, блин, понасыщеннее, чем у меня. Он хотя бы там бухает с какой-то бабой. Начался этот эксперимент, видимо, с того, что пранкерам, Жеке и Еврею нечем было заняться. Совсем нечем? Совсем. А видосики на ютубчик выкладывать надо. А хорошие темочки, видимо, кончились. И они в очередной раз вспомнили о бомжах. Об этом неиссякаемом источнике всякой фигни. В этот раз пранкеры затеяли за бомжом последить. Узнать, чем вообще живут бездомные. Технический эксперимент был реализован довольно-таки просто. Парни взяли старенький умнофон еврея, зарядили в него приложение слежения Церберус, нашли на привокзальной помойке пиджак, запихали следящую мобилу во внутренний кармашек и вывесили этого троянского коня на мусорный контейнер, на всеобщее обозрение. И стали ждать, кто подберет вещь. Кладем его во внутренний карман пиджака. Да, у него батарея хоть и 4000, но Церберус сожрет ее за сутки точно. Так что если никто не поднимет смартфон, он просто разрядится, а утром его уже увезут на помойку, и мы его больше не найдем. Все? Нормально? Все, пошли. Ждем? Церберус сделал фото. Че это такое? Может телефон кто-то убрал в красный пакет, то ли закрыл пальцем, то ли че. Это классно. Главное, что телефон заработал. Это офигенно. Следить в компьютере за передвижениями бомжа, хотя по факту, конечно, телефона с Церберусом, выпала честь Жеки. Парни рассчитывали проводить эксперимент в течение суток, но забава растянулась на два дня. И это были, наверное, самые скучные 48 часов в жизни Жеки, ибо следить за перемещениями красного значка на экране и слушать бомжовские разговоры на 99% вообще ни разу не интересны. Это довольно-таки грустно. Но такова работа пранкеров. Впрочем, иногда, очень редко Церберус записывал любопытные фразы и заснял даже лицо бомжа, а телефончик подобрал действительно бомж. Судя по его рассказам, прибывший в Екатеринбург из Нижней Туры и загоняющий всем подряд, что он будто бы полковник ВДВ. Самое главное. Мне за это время удалось добыть его фоточку. Вы только гляньте, а, каков, каков он. Лицо, конечно, будет замазано. У него есть желтая футболка, забрызганная чем-то. И плюс он еще ходит в какой-то, аж чуть ли не зимней куртке. Ты глянь, это прям вот куртка, реально, на улице жара. А он такой, ух. Нет, смотри, за мою голову до сих пор у Ван Саня дает 8,5 миллионов долларов. Вот и динам, скажи, когда мы садим. Если 8,5 тысяч долларов тебе давали, я бы тебе за 2 тысячи, я бы сейчас сдал. Ну, никто же не сдаёт. Это потому что ко мне еще подхода не было. Вот и был полковник, где полковник. Одна кетка останется в жизни. Идите, ладно, ты принесла. О, короче, это какие-то бомжовые разговоры. Ну, я не знаю, честно, как это можно еще назвать. А полковник, а воздушно-незапный квойт знает весь Екатеринбург. Даже менты ко мне не подходят. Если кому-то вдруг интересно, как проводил первый попавшийся бомж свой среднестатистический день, то будьте любезны. Во-первых, он очень много ходил по магазинам и пытался купить хоть какой-нибудь еды. Но поскольку налого у него не было, а банковская карта была, ну, мягко говоря, чужой, то есть пин-кода он не знал, постольку с покупками он постоянно обламывался. Ошибка. А вдруг он на этой помойке, там же, где я нашел телефон, нашел еще и карточку. И вот он ходит сейчас с ней по магазинам и пытается ее как-то сбагрить. Ошибка. Отказано, операция не выполнена. Что будем делать? Терминал не срабатывает. А что он тогда так ходит еще и у него ничего не принимают? Почему еще? Есть другие варианты? Так и не купив еды по чужой карте, хотя вообще-то в Екатеринбурге есть магазины, где при покупке до 1000 рублей пин-код не спрашивают. Бомж стал ходить по квартирам и просить попить. А лучше похавать. Он постучался в дверь, сказал, что налоговая, ему дверь открыли, и он спросил, у вас не будет стакана воды. Он как будто каким-то знакомым, что ли, пришел, к которому он обращается на вы, и дверь закрылась. Они ходят с корешами по подъездам, смотрят, где живут старушки. Решил он проблему с пропитанием или нет, это осталось непонятно. Но факт, что после хлеба насущного бомж задумался о сексе. Вот такие приоритеты земных потребностей. А, женщину можно исправить? Да, конечно, не вопрос. У меня с собой презерватив. Они тут реальность ходят, цивильные. Цивильные? Конечно, все нормально. Тут вот роза есть. Вот такая баба, говорят. Здесь и Миша-танцор. Это не о том ли Миши Рванини, они говорят. Миша-танцор, ну а че, он Миша, он пляшет, скачет. Тот самый бомж, у которого мы купили телефон. Слушай, у меня такое складывается ощущение, что он не местный. Как и говорит, с Нижней Туры приехал, с кем-то уже знаком, но все равно еще как-то вот по району ходит и че-то там выясняет. Залетный бомж, значит, подобрал наш телефончик. Ай, забавно. По концовке ближе к вечеру наш лирический герой все-таки встретился с какой-то бомжовкой, но не с розой, и бухнул с ней. Наливай. Привет. Нет, я не знаю, что я не знаю, ты же не узнаешь. Нет. Я слов к улительным писаю, правильно? Мужик сюда мужик сделал. Чего бояться ты правил? Мы живем на улице, на очереди. Здесь, тебе, да? Слушай, у него день проходит, блин, понасыщеннее, чем у меня. Он хотя бы там бухает с какой-то бабой. Ну тебя розу не виделись? Кого? Розу-розу. Ой, розу. Розу-розу. Иди. Судя по его голосу, он был не слишком пьяный. Ну, такой, знаешь, подвыпиши, но, в принципе, нормально, он даже осознавал, что происходит. Значит, он подобрал с самого начала днем на помойке телефон, потом он пошел по магазинам. Очень много раз он ходил, вот реально, вот звуки, которые я записывал на кассе, у меня их было 5 штук. Это только я записал. Там он все не мог пробить какую-то карту. Возможно, он нашел ее на помойке, но это чисто мое предположение. Также у него есть кореша бичи в количестве трех штук, столько голосов я насчитал. Мы поняли то, что они все сидевшие, ну, сами понимаете. Также он еще ходит по квартирам, и он не местный. И он даже узнавал за какую-то бабу-розу, которой можно, ну, которая цивильна. Завтра мы попробуем найти его. Надеюсь, то, что телефон оживет. Может быть, он его включит, и мы попробуем его поймать. С 4 утра Церберус мне прислал оповещение, то, что сделано фото. Короче, телефон включился, и бомж проснулся. Я сейчас попробую запустить отслеживание. Ну, в принципе, вот он где-то в этом районе находится. Чего он там не спит в 4 утра? Он еще в районе вокзала ошивается. Как бы он куда бы это, не поехал. Сейчас что будет, я все равно спать потом пойду. Типа, нафиг надо за бомжом, блин, в 4 утра следить. Сейчас уже 16 часов дня, и телефон до сих пор не был доступен после того, как я ушел спать. Короче, только к вечеру второго дня эксперимента бомж телефончик включил, и Жека навел на него еврея, как всегда работавшего в поле. Отыскался бомж с Серберусом возле вокзала в сквере Джавахарлала-Неру. У нас мужик с телефоном сидит. Ну, не позвони ему, у тебя же сим-карта там, двоя стоит. Так, вариант, кстати, давай, давай, давай. Смотри внимательно по сторонам. Вот, дядяка сидит, телефон работает. Вот он думает. Смотри внимательно. Смотри внимательно. Вот, 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 какой-то сим-карта телефон. Давай, 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 давай. В общем, добрый, здравствуйте. Просто надо пообщаться. Угола телефончика. Дело в том, что телефончик, можно вас узнать? Телефончик вы находили вчера на мусорке, в биджаке, во дворе, в кармане? Было такое дело? Было, припоминаю. Так, и дело в том, что мы хотим признаться, что мы за вами наблюдали, весь этот день, за вами мы следили, и все, вас как бы знаем. Где вы ходили, куда вы ходили, с кем общались, так больше было все, весело и забавно. А где я ночевал? Где ночевали? Да. Это мы не видели, не ночевали. Вот, а я ночевал возле ленты на трубах. Так, ну вот, днем мы слышали аудио, чуть-чуть видео, диктофон, вот мы с мужиками общались, а я ночевал, и мы что-то так и не поняли. Может, пропала связь. То есть мы хотим телефончик обратно забрать у вас. Получить. Потому что телефон, это наш телефон. Ваше предложение, сначала докажите, что это ваш телефон. Позвони. Хорошо. Там сидит моя сим-карта, там есть мои фотографии. Вот, вот я. Вот даже покажем, вот на камеру сейчас снимаю. Вот я. Вот это мой телефон. Поэтому мы хотим его у вас обратно забрать. В итоге еврей свой телефон у бомжа забрал, но не просто так, а выкупил за тысячу рублей. Ну, все-таки человек двое суток снимался в кино. Штуцер заработал. Друзья, не подбирайте чужие телефоны и цените наличие своего собственного жилья. Быть бомжом, это не так уж и весело. Тысяча рублей. И телефон в одном возвращается. Хорошо, я согласен. Ну, все. Спасибо большое. Телефон вверху. Слушай, даже это стало интересно, а что это за мужик такой странный? Не попадайтесь вообще ни в коем случае. Вот прям вот, ну ни разу, никогда. А если телефон найдете, ух, не дай бог, там кто-то заладит, не глядите. Спасибо. Спасибо. Спасибо.